Привет, лисяне, гости жителей моего сказочного леса! У нас сегодня доска, а значит, будет что-то интересненькое! Я часто слышу в рассказах других блогеров, и даже в своих комментариях, и в чужих комментариях, вижу такие высказывания, как «ты вышиваешь по псу». И именно благодаря вам, мои дорогие высказыватели, я задумалась о создании вот этого тега. И почему бы нам тогда не пофантазировать немножко вообще о таком явлении, как музыкальная вышивка или вышивальная музыка? А о чём поёт ваш Dimensions? Ну, или Клард? Кстати, очень похоже на фамилию композитора, мне кажется. Вот был такой композитор Лист, помните? Ну, как же, голубчики, Ференс Лист, ну, или Франц Лист. Ну, конечно, вы помните, я в вас верю. А теперь давайте на минуточку представим, что музыку можно вписать в наши любимые крестики. Или вот, например, вместо нот можно записать значки схемы. Ну, в общем, смешаем абсолютно эти два понятия, проанализируем и попробуем что-то такое интересненькое придумать все вместе. Особенно у Риолиса получился бы самый пёстрый нотный стан вообще во всей вышивальной музыке или музыкальной вышивке. Если честно говорить, то я до сих пор так и не разобралась, чем отличаются жанры музыки от стилей музыки, от музыкальных направлений. Дело в том, что разные музыковеды говорят разные вещи. Я открывала даже уроки музыки, и каждый учитель выбирает для себя свою терминологию. Она настолько обширна, настолько скользящая. То есть я понимаю, что из этого, из чего вытекает методологически, по определению. Но у каждого, даже музыканта, есть свои мнения. Если среди вас есть музыканты, и вы поделитесь в этом теге чем-то своим, то я буду только рада. Вот и получается, что каждый из нас или каждый из нас будет отвечать так, как поет ее сердце, так, как она слышит, как поют, подпевают, играют ее крестики вышиваемые. Поехали. Вопросы будут возникать здесь на доске, и я буду крупным планом их показывать, и потом сама же на них поочередно отвечать. Итак, давайте представим какой-нибудь раритетный набор. Он давно не выпускается, и приобрести его можно только из старых запасов какой-нибудь олд-вышивальщицы-коллекционерши. Либо самоподбором, что тоже околомузыкальная такая тема. Внимание! К какому направлению музыки вы отнесете этот конкретный набор? Когда я слышу словосочетание раритетный набор, я почему-то сразу себе представляю Dimensions. Хотя и в Риолисах, ну, и в разных поставщиках есть раритетные наборы, которые уже не выпускаются. Но мне кажется, это уже классика, потому что в классической музыке есть такое понятие испытания временем. Для меня классика это что-то такое, что вышивают многие, как и попсав. Ладно, представим музыку. Представим музыку. Любая песня, даже пусть не российского исполнителя. Попса, попсой она называется, когда она сейчас звучит. Когда сейчас она звучит из всех утюгов. Когда ее все поют, подпевают, знают. С годами самые лучшие выдерживают критику песни. Остаются только самые лучшие песни. Я бы, допустим, песня Лещенко. Они уже классика. Но когда-то они были попсой, наверное. И вот вышивки я вот тоже про это. Вот эти раритетные старые наборы, которые сейчас не найти. Когда-то, возможно, они были попсой. Но сейчас, когда их уже мало где встретишь, когда большинство из них вот только на картинке видишь и думаешь, ах, как бы я с удовольствием тебя вышла. Но нет. Вот сейчас, мне кажется, они уже классика. Но это мое мнение. Вы можете не соглашаться с ним. Оспорьте его. Второй вопрос. Кантри в музыке можно сопоставить с примитивами, если учитывать, что примитивы – это простые, тонкие, изысканные вышивки, полные очарования, под флером старины. И куда в таком случае девать сэмплеры? Но поскольку я писала этот вопрос, то да. Я сопоставляю кантри вот именно с музыку кантри с сэмплерами, с примитивами. Потому что вот она простая, она веселая, она, что называется, за жизнь. Это я про музыку. И точно такие же сэмплеры. И вот музыка кантри, она только на первый взгляд простая. Если покопаться, если вдаваться в музыкальные какие-то подробности, если в настроения, вызываемые ею вдаваться, то она и простая, и непростая. Как, впрочем, и сэмплеры. Я никогда не вышивала сэмплеры, но мне они видятся несложными. Потому что, ну что там, есть даже некоторые с одним цветом. Вот цвет основы, допустим, темно-синий и белый цвет ниток. Все, вот сиди, да, вышивай. Но не все так просто. И в сэмплеры вложены какие-то тоже мысли, какие-то фантазии. В общем, они тоже какие-то простые. Да не совсем простые. Не каждый их будет вышивать и вообще сможет вышивать. Мне сэмплеры сложны тем, что в такой вышивке я бы хотела идеальную изнанку. Но я не знаю, у меня не умещается в голове, как сделать идеальную изнанку в сэмплерах. В обычной вышивке я бы сделала протяжки. А там нет. Для меня прям принципиально, чтобы нет. Третий вопрос. Народная музыка или фолк? Параллель вышивке это рушники и вышиванки? Я думаю, да. Но что может быть народнее, чем вот такие вещи, как рушники свадебные, ну, обрядовые в смысле рушники, вышиванки? Это вообще моя мечта когда-нибудь себе сделать, вышить себе вышиванку. Чтобы в них был такой посыл определенный, какая-то история. То есть сама вышить историю своей семьи и вот чтобы это был наш семейный такой раритет. Четвертый вопрос. Бессмертная классика. По-вашему, это не стареющий Dimensions? Или сколько лет должно быть в фирме? Или сколько вышивальщиц должно ее вышить, чтобы она стала классической? Куда без Барсика? Он мне подсказывает сейчас. Чего ты там завыл? Песни какие-то. Покажись, Барся. Здравствуй, кот. Он хочет слизывать косметику, поэтому я его так держать долго не буду. Итак. Классика Dimensions. Это классика. Ну что да? Что да? Вот Барсик он знает. Барсик он. У него, кстати, имея 20 игл при себе, просто не уметь вышивать, Барсик, это стыдоба. Я просто, видя отношение вышивальщиц к фирме Dimensions, особенно трепетное, особенно, у меня никогда не было Dimensions, я не держала это в руках, но говорят, говорят, что кур доят. Дедушка мой говорил, говорят, что это сложно, это интересно, это должна пройти каждая вышивальщица, должна попробовать, потому что сложение в 5-6 нитей, разновидности стежков. Наверное, у меня такой, наверное, это классика. Все-таки классика это какие-то основы, какой-то фундамент. То есть, если ты умеешь вышивать сложнейшее, то ты умеешь вышивать все. Вот какие сложные вопросы-то я себе задаю. Зачем? Не живется мне спокойно, это называется. Опять же, я уже говорила там в первом вопросе, что сколько времени должно пройти, чтобы вышивка стала классикой. Ну, сколько-то времени должно пройти. Должно пройти пресыщение большого количества вышивальщиц набором. Потом он должен подзабыться, а потом почему-то... Вот, а потом, мода, она же возвращается на круги свои, а потом вдруг раз, и огромное количество вышивальщиц в него влюбляется. И тем самым он возвращается к жизни уже как классический набор. Я думаю так. Надеюсь, вы не будете меня сильно ругать. Пятый вопрос. Интересно, можно ли авторские схемы сравнить с музыкальными произведениями, называемыми бардовской песней? Солнышко лесное, где, в каких краях, встретишься со мною? Барды! Это... Сейчас, сейчас. Я чуть-чуть вспомню что-то из бардов. А, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо вам, кстати, что вы сегодня здесь со мной отвечаете на этот тег. Барсик украл бантик. Ладно. Проехали. Барды и авторские схемы. Некоторые авторские схемы, они выглядят настолько кустарными, ну, я имею в виду начинающих совсем авторов, ну, или тех, которые не хотят над собой работать. Да, пожалуй, бардовские песни незамысловатые. Такие песни иногда, где важнее всего слова, я так понимаю, глубинные смысли, глубинные смыслы, это песни маленького количества слушателей. Вот, кстати, авторские схемы, это схемы маленького количества вышивальщиц, как правило. Да, чем-то это схоже. Шестой вопрос. Под шестым номером у нас вопрос потяжелее. Рок. Есть ли аналог ему в нашем любимом хобби? О, мне кажется, это самый сложный вопрос. Что может быть роком вышивки? Я сейчас говорю только за себя. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Мне кажется, рок вышивки, это что-то нестандартное. Черепушки всякие, колючие проволоки со змеями. Колючая проволока, кстати, это может быть шансон. Нет? Я, кстати, про шансон вообще забыла. Записывая, записуя эти вопросы, что-то я забыла про шансон. Есть такие вышивки, кстати, авторские схемы, я видела недавно. Похожие на татуировку. Вот девушка, вверх девушки, портрет. И чуть-чуть так срезано плечо, и цветы, цветы, цветы. И почему-то, я не знаю, у меня такие ассоциации. Может быть, у вас что-то, какие-то другие мысли, но это так похоже на татуху. Или животное какое-то тоже, как девушка по плечу срезана, цветы, цветы, цветы. И у меня прям прямая ассоциация. Всякие там кубки с алкоголем, с ядом. Это рок? Ну, не знаю. Мне кажется, вот что-то близкое к тому. А там... Кто его знает? Я рок никогда не вышивала. Может быть, рок-вышивки это черно-белые схемы? Рокер моей души говорит, точняк. Может быть, оно и так. Послушаю, что вы считаете на эту тему. Напишите в комментариях. И про шансон не забудьте. Про шансон интересно. Седьмой вопрос. Электронщина это прогоны? Я имею в виду те прогоны, когда картинку тупо прогоняют через программу, никак не исправляя и не дорабатывая. Над ней работает только компьютер. Чем не электронщина? Я могу вам сказать по секрету, что первым делом, когда я скачала Pattern Maker, я загнала туда нашу с мужем свадебную фотографию. И сделала жутчайший прогон. Просто при увеличении это было... Это была жесть жестявая. Я хотела ее вышивать. Ну да, если считать, что электронную музыку пишет только... Ну нет, это неправильно. Электронная музыка это музыка, созданная без помощи музыкальных инструментов. Правильно? Ну так. Просто не очень в этом. Нужно, кстати, прогнать этот тег через моих музыкантов, друзей. Итак, давайте рассуждать и думать вместе. Не подготовилась я как-то к ответу этого тега. Ну это тег. Итак, электронная музыка. Может быть и можно сравнить электронную музыку с прогоном. Хочется сказать, как Скарли Тохара. Помните? Я не хочу думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра. Не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра. Если мне придет какая-то супер-мега-гениальная мысль, я напишу об этом в комментариях. И вы тоже пишите, что думаете. Восьмой вопрос. Если рассматривать музыку с точки зрения наличия вокала, а вокал чисто гипотетически приравнять к бэкстичу вышивки, то будет ли верным утверждение, что вышивка с бэком это песня? Вышивка без бэка это просто музыка. А если в вышивке только бэкстич без крестиков, то это может быть рэпом. Рэп в музыке. Ой. Рэп в вышивке. Что может быть? Я не люблю рэп. Вообще. Просто категорически это не мое. Ну, то есть я не кричу мужу, выключай, если он хочет послушать друзьям. Тоже не командую. Но вот чисто мое, это не мое рэп. Да, когда я продумывала этот тег, мысль моя прошла вот в этом направлении, что если у нас есть крестики, ну пусть крестики это будет музыкальное сопровождение, бэк это будет вокальная составляющая. Ну, то есть как бы вокал, он ложится сверху на музыку и дополняет ее тоже какой-то своей красотой, своей изюминкой. Если нет вокала сверху, то это просто музыкальная композиция. Ну, крестики. Если это переносить на крестики, то да, наверное. Но является ли только, что это было, является ли только бэкстич рэпом? Нет. Я думаю, нет, потому что, а как же тогда... Я забыла слово. Песни без аккомпанемента. Как же они называются-то? Акапелла. Петь акапелла без аккомпанемента. Это же не рэп. Помните? Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Я вот вставлю вам. Это же не рэп. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Тогда что рэп? Тяжело и неказисто. Вот не жилось спокойно мне. Решил я... Купила баба порося. Девятый вопрос. Теперь к насущному. Попса в вышивке. Это что за зверь такой? По мне, попса в вышивке это то, что вышивает большое количество мастериц вот в данное конкретное время. Ну, это популярная музыка попса, правильно? Если рассматривать. А популярная вышивка это то же самое. Это то, что, да, вышивают здесь и сейчас много-много-много людей. Поэтому, когда мне говорят, что я вышиваю попсу, я не обижаюсь. Хотя я не считаю, что я вышиваю попсу. Я вообще в первый раз от вас услышала, что есть такое выражение «вышивать попсу». Я раньше об этом не задумывалась, и мне хорошо жилось. А теперь я задумывалась об этом, и мне вообще как-то стало интересно. Много-много мыслей появляется в головушке. Десятый вопрос. Какой набор из своих запасов вы бы смело назвали попсой? Если можно, приведите несколько примеров, чтобы мы пришли к общему знаменателю. Вот смотрю я на то, что вышивают другие вышивальщицы. И я мало вижу повторений. Кстати, вот русскоязычный вышивальный YouTube, он старается... Девчонки и мальчишки стараются не повторяться. Стараются брать такие схемы, такие проекты, которые никто еще не делал до них. Барсик изгаляется как может. И поэтому трудно сказать, что здесь и сейчас много народа вышивают вот этот, вот этот и вот этот проект. Ну вот из тех, которые над моей головой. Наверное, вот а-ля Dimensions кот на покрывале. Это попса, потому что я его много у кого видела. И много кто его любит и хочет вышивать. Но я не хочу оскорбить никого, потому что его... Это моя третья вышивка в жизни. Я просто... Это была любовь с первого взгляда. Я сразу узнала, что я вышью. И вообще на меня не влияют вот эти слова попсу. А, ты выбрала то же, что и все. У тебя вообще платьишко такое же, как у других, у твоей подруги. Ну и что? Ну и что? Зато у нас фигуры разные. Зато я вон какая бомбовоз. И на мне это платьишко смотрится по-другому. Вот. И то же самое вышивки. Несмотря на то, что у нас две руки и у нас... Ну и человеческие руки устроены одинаково. Вышиваем-то мы по-разному. Ошибаемся мы по-разному. В этом коте мне не хватило ниток. Я делала самоподбор. Я умышленно подбирала цвета гораздо ярче, чем они были по исходным номерам. И у меня получилась уникальная вышивка. То же самое, когда у меня не хватает в любом наборе ниток. Я не... Поначалу огорчаюсь, а потом беру себя в руки и понимаю, что у меня же будет уникальная. Вот у всех, как у всех. А у меня... А я принцесса. Все бабы как бабы. Вот. Нужно просто... Все зависит от нашего с вами отношения к вышивке, а не от попса, это рок, это какой-то, или бардовская... Бардовская, боже мой. Бардовская песня. Фух, это самый тяжелый получился тег вообще. И в создании я очень долго его делала, просто полночь обдумывала, подгоняла вопрос. Вопросы я обдумывала уже давно. Периодически всплывали эти мысли, я их записывала, собирала, копила, копила. Но обдумывала, прям вот отшлифовывала буквально вот эту ночь, чтобы подать вам уже готовый интересный материал. А заодно настолько этот тег был тяжелый, что мысли мои, они уходили в разные стороны. Я написала еще два тега легких попутных. Я пыталась соскочить с темы музыки, вышивки на любую другую тему, лишь бы здесь не думать хорошенько. Поэтому надеюсь, что вы мои старания оцените и будете отвечать на этот тег. Я надеюсь на ваше понимание, на вашу музыкальную грамотность, что вы мне подскажете то, чего не знаю я, что вы ответите с удовольствием на вашу сознательность. Давайте не будем грубить друг другу, давайте не будем обижать друг друга. Я за добро, он ест мой бантик, мой бантик любимый. Я за добро, и в барсик, наверное, тоже, хоть и противный. А с вами была Леся из сказочного леса, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok